Вот так, что называется на зубах, атлетам покоряется вес в несколько сотен килограммов. Пауэрлифтинг – спорт не для слабых, говорят участники соревнований. И рады, что в Украине он переживает второе рождение, а Одесса уже стала его центром. Спорткомплекс МГУ собрал лучших пауэрлифтеров, представителей ПРО-дивизиона. Условиями организаторы очень довольны. Условия отличные, мы давно такого не видели, мы только счастливы работать в этом спорткомплексе. Обратились, нам легко отозвали, сказали, что мы можем. Всем, чем они нам могут помочь, они нам помогли, потому мы только за, с ними работать всегда. Пауэрлифтингом занимаются даже спортсмены с ограниченными физическими способностями. Причем не просто, они бьют и устанавливают рекорды. Мне предложили просто приехать попробовать потренироваться, мне понравилось. Так завязалось, что начал выступать. Мой лучший жим лежа при весе в 40 килограмм, 127,5 килограмм. Это рекорд Европы среди юниоров по версии ВПЦ и рекорд Украины. Ожидание еще одного рекорда на этот раз мирового стала главной интрига чемпионата. Многократный призер и рекордсмен Аркадий Шалоха был близок к тому, чтобы в сумме жима становой тяги и приседаний достичь цифры, превышающую одну тонну. Но, увы, ошибка ассистента перечеркнула все четыре попытки установить рекорд. Страховщик нечаянно, ну нечаянно, ненароком, так скажем, схватил с одной стороны, чего такого не должно быть. Страховщик хватает только по команде главного судье помочь. Вот просто, можно еще одну попытку, конечно, было бы сделать, но, учитывая то, что дальше еще жим и тяга, я просто не хочу тратить силы. На мировой рекорд нужно ходить один раз, а не пять. Эти соревнования, по словам организаторов, позволят отобрать лучших спортсменов, которые примут участие в более статусном чемпионате «Черная жемчужина», который уже традиционно проходит в Одессе. К тому же многие атлеты смогут участвовать в европейских и мировых соревнованиях топ-дивизиона. Юлиан Аксенов, Юлия Пальнова, Телеканал Репортер.